денис приветствую тебя привет всем наш традиционный эфир с тобой обсуждаем рынке как и всегда технически фундаментально с учетом содержания новостного календаря в общем стараемся друзья те ими с вас кто следит за нашим контентом совместно подсказать как можно действовать здесь сейчас на рынке сегодня как раз у нас очень хорошо уместная встреча в свете того что сегодня наконец-таки начнут появляться триггеры локальные новостные рынка сегодня ждем отчета и dp по американскому рынку труда отчет по активности производственного сектора sm обычные dp и мы разбираем по средам но поскольку в сша в понедельник был выходной день память эти релизы смещены на сутки вперед но завтра по расписанию нонфармы поэтому переживать не стоит то есть сегодня мы можем увидеть более интересный старт такое начало формирование волатильности завтра продолжение этих мощных движений поэтому прежде чем перейти даже к рекомендациям заранее хочу сказать что завершение этой недели будет точно интересным и поскольку ожидаются мощные движения обязательно контролируйте риски друзья следите за плечами это есть менеджмент принципиальнейшие вещи вообще трейдинги их нужно соблюдать прямо в обязательном порядке ставьте стоп лоссы не игнорируйте опять же инструментарий в сделках которые есть у вас их не просто так запрограммировали так что касается того на что можно посмотреть я предлагаю денис если не против оценить ситуацию с рынком драгоценных металлов золотом можно посмотреть на индекс доллара и еще взять какой-нибудь актив более такого привычного валютного рынка например британскую валюту ну в свете того что фунт интересен сейчас тем что приближается заседание банка англии на котором вполне возможно регулятор может пойти довольно далеко именно в плане разгона ключевой процентный старт давай демонстрация экрана тогда так индекс доллара текущей котировки 104 25 очень много будет зависеть от характера цифр по и депи по производственному сектору который мы увидим сегодня потому что мы знаем что тема дефолта сша это уже тема которая не актуальна по потолку старостного долга договорились и вот буквально вчера такой финальное значимое голосование в палате представителей где изначально и ожидалось что будут такие контр-сопротивления со стороны республиканцев и тех кто верил что эту тему закрыть с дефолтом не удастся ближайшее время полагали что республиканцы не дадут пройти этой сделке дальше ну проголосовали за то чтобы потолок его повышения одобрить поэтому осталось сделать совсем каких-то формальности совершенно неважных нам трейдерам я предлагаю как раньше сейчас больше фокусироваться на отчетах на тенденциях которые связаны с долларом из-за изменения настроения был повышение ключевой процентной ставки потому что заседание федеризирует это же тема июньская опять же сегодня мы начали этот месяц и пройдет совсем чуть-чуть очень быстро наступит этот значимый день для всех рынков хочу отметить как быстро и стремительно меняется вероятность повышения процентной ставки по инструменту fad watch буквально две недели назад вероятность повышения ставки была 10 процентов потом через неделю выросла чуть ли не до 70 процентов всю эту неделю мы наблюдали за тем как она держится там диапазоне 55 65 процентов вчера катили после опять же возможно именно окончательного финального голосования палате представить и сейчас она в районе 40 процентов я не припомню денис когда вот последний раз так вероятность плавала за такой короткий промежуток времени а мой взгляд то что она так сильно меняется подчеркивает абсолютно неопределенность на рынке то что сам федеризирующий даже не знает будет ли он повышать ставку ленин наверное будет решение принимать по факту уже самого заседания если вспомнить что ранее было сказано регулятором что очень много зависит от макроэкономических данных то есть хорошие цифры значит будет дан зеленый свет еще нам повышение плохие цифры не будет повышения ставки я придерживаюсь сценария того что вот эти ключевые отчеты этой недели начиная от сегодняшних или из-за pdp потом производственного сектора и завтра в пятницу нонфармы мы не получим какого-то серьезного буста для роста вероятности повышения процентной ставки потому что я жду слабые цифры можете открыть друзья кому интересно экономический календарь неважно какой где вы смотрите убедитесь в том что ожидание не самые сильные не самые хорошие поэтому меня простая сейчас идея если я не верю в сильные отчеты значит я поддерживаю рыночный настрой того что лучше бы американской экономики обойтись без еще на повышение процентной ставки и на мой взгляд индекс доллара ну так высоко уже задрали что даже с точки зрения какого-то технического отката нужно ему остудить свой был и спуститься я за короткие позиции что касается золота вот здесь у меня прям конкретных рекомендаций пока что не будет потому что хочется дождаться как рынок переживет нонфармы я долгосрочно ориентирован на то чтобы золото купить но вот поисках какого-то интересного уровня для этих покупок опять же если у тебя есть точка зрения как по этому инструменту действовать будет интересно возможно ты подскажешь мне с какого ценового значения отметки этот актив подбирать если ты тоже разделяешь сценарий роста рынка драгоценных металлов я постоянно смотрю за рыночным сантиментом индексом настроений компания market сейчас сигнал не очень такой показательный 50 на 50 то есть пока не будет перекоса в сторону либо продавцов либо покупателя я воздержусь от трейдинга золота что касается британской валюты здесь я знаешь оптимист я считаю что фунт достоин чтобы оказаться выше на более высоких ценовых уровнях потому что все сейчас в пользу того чтобы банк англии потенциально даже повышал ставку темпами самыми высокими среди развитых стран я допускаю что если банк англии прислушается и криша сумму к главе минфина джереми ханту англии которые призывают банк англии повышать ставку и делать это не задумываясь о последствиях рецессии то банк англии 22 июня может поднять ее сразу на 50 байсных пунктов видел прогноз что даже некоторые ждут повышение ставки на 75 байсных пунктов почему такой радикальный настрой в отношении ставки банк англии потому что там инфляция ну конская самая высокая среди развитых стран тоже 87 процента причем многие даже обращают внимание на продовольственную инфляцию которая в районе 20 процентов и это очень сильно тормозит сейчас рост экономики в целом поэтому фунт один из немногих инструментов которые прям я верю с точки зрения не того что с ним может произойти за доллара из-за того что есть национальный фундамент который может обеспечить рост этого актива поэтому те кто еще вне сделок и согласны с такой точкой зрения можно смотреть на уровень 12450 рисковать покупать целями 127 и стоп-8 отметки 12350 денис слова тебе так хорошо экран должен быть виден значит но тут у меня небольшое есть все таки разночтение дело в том что по я буду идти по порядку начиная вот с валюты и потом уже по поводу золота скажу значит по поводу фунта по фунту я лично в последнее время рассматривал только продажи и как раз момента нашего предыдущего с тобой брифинга как раз вот тоже говорил о продажах видны вот их закрытия последние которые были вот как раз на этом крупном объеме в районе 2360 и дело в том что при росте цены я не вижу какого-то но существенного импульса вверх вообще по фунту чтобы у нас был то есть у нас вот этот рост который но совсем небольшой вот такой вот локальный сделан то он фактически совпадает с свечой крупного объема то есть вчера когда вот эта свеча сформировалась четырехчасовая вверх у него по футпринту самые крупные объемы заходили с перекосом по биду то есть рыночной продажи надо 124 20 и 124 35 поэтому я лично считаю что могут все же добить ниже вот прекрасно видно эту свечу кумулятива пока здесь не особо значимая и наиболее крупный объем сейчас вот начиная с самого момента падения то есть 10 и 10 мая у нас самый крупный объем был как раз вчера вот в этой свечке меня очень сильно смущает вот этот футпринт с точки зрения вот дальнейшей его дальнейшего проталкивания мир то есть если было проталкивание то в основном подобные вещи заливаются вот здесь объемы но мы видим что по верхушке у нас раз и два мне изначально вот продажи были на 2440 вообще вот прям с этого идеального экстрема здесь в сочетании с контрактным депо ком то есть это очень сильное объемное сопротивление вот и плюс по опционам у нас и маржи вырисовывается падение в район 122 там с копейками но если мы чуть округлим то есть и понедельными и помещенным опционам по конструкциям в район 122 верху с точки зрения роста я не вижу ничего то есть никакой заинтересованности у крупняка вверху нет вообще то есть ну да там какие то есть границы но они несущественные те которые наиболее значимы они находятся все таки внизу поэтому с учетом данной конструкции с учетом общей картины также локального нисходящего движения я все таки здесь буду придерживаться медвежьих настроений и что движение вниз будет продолжено да я в моменте не исключаю что могут попытаться сделать там какой-то ложный пробой вверх например здесь есть заливка также была проторгов точнее по опционам на 1.25 сделано может быть там какой-то ложный пробой дадут затем движение вверх всякое возможно но здесь меня просто в этом плане больше смущает то вот сама структура движения то есть если это разворот вверх то почему этот разворот делается без импульсной составляющей каждый раз когда пытаются протолкнуться выше цена формирует коррекцию чуть ли не на 80 процентов где-то то есть но это просто нелогично с точки зрения вот именно технического роста поэтому я все-таки пока буду больше смотреть на продажи и собственно в этих продажах я сейчас как раз и сижу поэтому по опционам и вообще в целом даже вот вся техническая картина больше складывается на то что движение вниз продолжится и также у нас есть вот если взять левый сегмент накопления вот он такой крупный долгий то есть сейчас просто после полного перекрытия более чем на сто процентов даже формируется у нас правый сегмент накоплений поэтому движение вниз у нас более приоритет по поводу индекса доллара здесь как раз на открытом канале давал анализ о том что движение у нас от границы до границы проходит нижнюю границу на очень красиво тестила заранее была поставлена эта зона цена здесь немножко по накапливалась двинули вверх что у нас вверху та же самая граница только с противоположной стороны то есть локальные уровни у нас есть также вот более значимый стратегический уровень цена к ней подходит поэтому я думаю что пока что ближайшего разворота то есть где-то на полпути ну вряд ли будет потому что от чего разворачиваться то есть здесь то что было там когда-то мелкое накопление но это особо сейчас значение имеет потому что все равно эти объемы уже перекрыты были вниз и те кто там заходили они уже вышли с позиции своих поэтому следовательно я не вижу другого варианта кроме как добой вверх на четырехчасовом графике то есть такое постепенное внутренние небольшие откаты вот я бы на них особо пока что не не реагировал потому что каких-то значимых кульминационных объемов по другим валютам практически вообще не наблюдается да там были кит повышены вчера объемы но они несущественные поэтому движение вверх я считаю что у нас вот по индексу продолжится значит следовательно по фунту более вероятно что добой ниже будет они все равно коррели коррелируют друг друг с другом поэтому такая картину не вырисовываться а вот что касается золота здесь очень любопытная ситуация дело в том что я только на продажу его смотрю прошлые уже продажи как раз вот были благополучно закрыты а вот текущие я очень правда очень хотел вчера в районе 1975 войти но во первых цена здесь чуть-чуть буквально не достала то есть посмотреть здесь на максимум то он был 1974 77 ну короче там чуть-чуть буквально мы и дошли до 1975 здесь у нас 1 2 маржинальная зонка и плюс еще и это с прошлого контракта если смотреть контракт июня он формально он еще конечно актуальный до 26 июня но у него открытый интерес то есть сумма открытых сделок по нему объемов очень маленькая поэтому сейчас мы перешли уже вот на контракт августа но с прошлого вот июньского контракта у нас здесь достаточно серьезным был объем накоплен вот в этой части поэтому я как раз ждал что цена сюда придет там какую-то может паттерн сделать затем вниз но чуть-чуть буквально не добили и объемов значимых там тоже не было поэтому что я решил здесь скорее всего буду входить уже через показания внутреннего паттерна и общее движение вниз оценивав вплоть до 1880 то есть золото у нас фактически росло на чем то есть во первых на ну тоже геополитические риски об этом можем и каждый день говорить потому что они у нас не утихают на плюс ко всему было неопределенность по поводу потолка госдолга на в какой-то мере есть и сейчас причем потому что очень большое недоверие к спикеру палаты представителей маккарти его вот республиканцы очень не жалуют за то что он прогнулся под байдена под ту сделку которую байден пропихивал которая фактически ну очень сильно там брей в районе помощь 4 триллионов увеличивает до двадцать пятого года потолок госдолга потом еще дальнейшее пролонгирование поэтому естественно эта сделка ну невыгодно самим американцам но тем не менее то есть байден максимально ее пропихивал какие-то там свои внутренние рычаги давление если которым о которых нам остается только фантазировать догадываться ну вот поэтому это еще будет долго на самом деле эпопея то есть да как бы проголосовали вроде как за повышение потолка но здесь также вот сегодня как раз упомянул о фидвоче его заранее тоже открыл по поводу заседания которое 14 июня будет фонки то есть здесь вот вероятность того что оставят без изменений уже 66 процентов она действительно скачет и плюс плюс ко всему поднятие здесь уже сколько 33 34 процента скажем округленно то есть да ну скачет но посмотрим как будет дальше потому что я смотрю вот по следующему 26 числа уже июля то есть следующее заседание фрс здесь получается уже прям четко на одном уровне то есть будут удерживать без каких-либо приколов а потом уже в дальнейшем здесь вообще крайне любопытная картина у нас вся вырисовывать как бы очень очень сильно меняется но когда дальние заседания это нормально подобные изменения думаю ты тоже уже замечал неоднократно ну вот поэтому вряд ли будут ставку повышать учитывая то что даже недавно запом буллард и еще кто-то не помню фамилию выступали говорили о том что нет надо повышать ставку но мы же знаем что фрс повышать ставку только до того момента пока что то не сломается судя по банковской сфере то сломалась уже давно повышение не будет и даже несмотря на это у нас все равно все равно по индексу локально восходящее движение в любом случае остается ну и остальные инструменты против него соответственно посыпятся ниже ну такое мое мнение а там уже рынок естественно покажет как она будет это да денис спасибо тебе за точку зрения за те идеи которые ты подсказал опять же остается только добавить что эта неделя точнее вот эти финальные дни очень важны для рынка в оценке вероятности повышения процентной ставки потому что отчеты non-farm perils один из важнейших индикаторов вообще для финл резерва следующий раз обсудим ситуацию посмотрим как раз где будет уже прям перед самим заседанием американского регулятора вот это рыночная оценка того будет ли ставку повышать или нет и посмотрим как доллар на это все будет реагировать еще раз денис спасибо что смог найти время тебе тоже хорошего закрытия недели выходных и до следующей встречи пока спасибо а тебе солнечная погода еще сверху спасибо пока все спасибо всем пока пока пока